Одна из главных новостей во всем мире это информация об ухудшении здоровья и даже смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Однако данные об этом не вызвали ажиотажа в южной части корейского полуострова. Почему? Знает наш корреспондент в Сеуле Владислав Цой. Новости о Ким Чен Ыне сейчас далеко не самые главные в Южной Корее. Людей больше интересует ситуация с коронавирусом, когда выздоровеют все пациенты и будет выплачена компенсация жителям. Эксперты считают, что такое спокойствие связано с тем, что со времен окончания Корейской войны в 1953 году власть в Северной Корее принадлежала Кимом. И даже если что-то случилось с представителем третьего поколения этой семьи Ким Чен Ыном, южнокорейцы уверены, что следующим лидером станет представитель этой фамилии и рода. Спокойствие южнокорейцев также связано с тем, что сейчас у власти находятся представители либеральной демократической партии, получившие две недели назад большинство мест в парламенте. Президент Мунжиин проводит политику сближения с Севером. Правда, до начала пандемии коронавируса отношения с КНДР ухудшились. Ведь несмотря на то, что прошло несколько саммитов между Ким Чен Ыном и Мунжиином, на территории Южной Кореи проходили совместные США военные учения. И это раздражало руководство Северной Кореи. Но сторонники объединения надеются на сближение после победы над COVID-19. По развитию туризма на северокорейском курорте Кымганцан не смогли договориться, так как пришел вирус. Однако о строительстве железной дороги уже договорились. Южнокорейское правительство объявило о начале их строительства со своей стороны. Конечно, есть санкции ООН и США. Но думаю, если две Кореи объединят усилия, то сотрудничество возможно. Также я думаю, что Китай должен сыграть важную роль. Я хочу, чтобы в КНР приняли мудрое решение и выступили примирителем двух республик. Так как США и Южная Корея – союзники, хотелось бы, чтобы Китай учел эти дружеские отношения. Почитаем, что пишут об этом южнокорейские газеты. Чосон Ильбо со ссылкой на правительственные источники сообщает, что разведывательный спутник войск Южной Кореи и США запечатлел то, как Ким Чен Ын сидит верхом на лошади на курорте Вон Сан провинции Кан Вон До. Источник сообщает, что американский разведывательный спутник даже видел лицо Ким Чен Ына. Также газета приводит слова южнокорейского министра объединения Ким Юн Чоля, сказанной им на закрытом форуме, что у правительства достаточно информационных возможностей, чтобы с уверенностью сказать, что необычной тенденции нет. Чосон Ильбо приводит и мнение оппозиции по этому поводу. Бывший вице-министр обороны, а ныне депутат парламента Пэк Сэн Джу сказал, что властям не стоит доверять. Ведь в декабре 2011 года, когда умер глава КМДР Ким Чен Ыр, в правительстве также заявляли, что необычной тенденции нет. Еще одно авторитетное Южной Кореи издание Дуна и Льво сообщает о возможностях разведки совместных войск США и Южной Кореи. В их арсенале есть оборудование, которое может идентифицировать объекты размером до 15 сантиметров в радиусе от 600 до 700 километров. Поэтому военные двух стран знали о прибытии поезда Ким Чен Ына в Вон Сан до того, как в СМИ были опубликованы снимки. Так или иначе, эксперты ожидают, что в мае Ким Чен Ын появится на публике или будут опубликованы его свежие фотографии. Если этого не произойдет, то подтвердится информация о смене власти в КМДР и появятся новые конспирологические версии. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея